МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. В Малатинской области Западной Армении конфискованы антикварные предметы. Давид Тоноян обсудил вопрос безопасности с государственным министром ОАЭ. Бакоса Акян и Айгригорян обсудили сотрудничество правоохранительных органов. США не спешат покидать Сирию. Выставка армянских очкаров открылась в главном храме Ирландии. Армения и ОАЭ будут сотрудничать в области высоких технологий и творческого образования. Сегодня всемирный день свободы печати. 484 исторических артефакта стоимостью около 850 тысяч долларов, среди них финикийские, римские и византийские экспонаты, были обнаружены и конфискованы в регионе Малатия в Западной Армении. Четыре человека, причастных к преступлению, были арестованы в Даранде, Малатия. Министр обороны Армении Давид Тоноян в четверг принял государственного министра Объединенных Арабских Эмиратов и сопредседателя Арменно-Эмиратской межправительственной комиссии Ахмеда Али Аль Саега. В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере обороны. Стороны договорились активизировать обсуждения по сотрудничеству в военно-промышленной сфере, а также в области военной медицины и других сферах, сообщает Пресс-служба оборонного ведомства Армении. Стороны также обсудили вопросы, касающиеся региональной безопасности. Президент Республики Арцах Бакоса Акян принял председателя Следственного комитета Республики Армения Айка Григоряна. Об этом сообщает Пресс-служба президента НКР. Согласно информации, на встречу в которой приняли участие генеральный прокурор Арцаха Артур Мусиян, министр юстиции Арарат Даниэлян, начальник полиции Игорь Григорян, были обсуждены разные вопросы, касающиеся взаимодействия между соответствующими структурами Армении и Арцаха. Помощник главы Госдепартамента США по вопросам конфликтов и операций по стабилизации Денис Натали объявила, что кампания США против исламского государства в Сирии и Ираке не завершена, а соответственно американские силы останутся в Сирии для продолжения борьбы. В качестве наглядной иллюстрации своего утверждения Натали привела недавно опубликованное медиа источниками ИГИЛ видео с главарем ИГИЛ Абубакром Аль-Багдади, в котором он призывает своих сторонников продолжать борьбу, несмотря на потерю территории халифата. ИГИЛ остается полным решимости продолжать борьбу врагами, отметила Натали. Несмотря на территориальную победу, над ИГИЛ каждую неделю во всему миру совершается до 50 нападений и гибнет до 300 человек, большинство из них в Сирии и Ираке. В главном кафедральном соборе Дублина, Ирландия, который известен также как Собор Святой Троицы, открылась фотовыставка, посвященная армянским хачкарам по случаю 104-й годовщины геноцида против армян. Благодаря этой уникальной фотовыставке посетители собора смогут узнать много интересного о схожестях и различиях между армянскими хачкарами и традиционными ирландскими памятниками-крестами, пишет ирландское издание. По случаю 104-й годовщины геноцида против армян в Соборе Святой Троицы в Дублине прошла памятная служба пожертвована великой трагедии начала XX века. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 2 мая принял государственного министра ОАЭ, сопредседателя армяно-эмиратской межправительственной комиссии Ахмеда Али Аль Саега. Как сообщили Армен Пресс в департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, приветствую гостя. Министр Мнацаканян подчеркнул, что в последнее время динамика армяно-эмиратских отношений, высокий политический диалог и регулярные визиты на высшем уровне являются прочной основой для дальнейшего развития многопланового сотрудничества между двумя дружественными странами. Министр иностранных дел выразил также уверенность, что усилия по расширению двусторонней повестки дадут ощутимые результаты в других областях сотрудничества. Министр иностранных дел Армении представил собеседнику широкую повестку реформ, основой которых является сформирование благоприятной среды для развития экономики, основанной на инновациях и технологическом прогрессе. Стороны выразили готовность предпринять практические шаги для активизации сотрудничества в области высоких технологий и креативного образования. В ходе встречи собеседники также обменялись мнениями по ряду международных и региональных вопросов. В 1993 году Генассамблея ООН провозгласила 3 мая Всемирным днем свободы печати. Данное решение явилось результатом работы Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая в резолюции 1991 года о содействии и обеспечении свободы печати в мире признала, что свободная, плюралистическая и независимая печать является необходимым компонентом любого демократического общества. Эта дата была выбрана во знаменование Виндхудской декларации по содействию обеспечения независимости и плюрализма африканской печати, принятой 3 мая 1991 года. Всемирный день свободы печати является ежегодным напоминанием международному сообществу о том, что свобода печати и свобода выражения мнений являются основными правами, закрепленными по всеобщей декларации прав человека. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию песню «Гой Назан им» в исполнении Степана Епремяна. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!